Китап, здесь у меня пересадка, потому что напрямую такси и Шахрисапс не едут. Здесь у меня пересадил на маршрутное такси. Здесь это Део Дамас, такие маленькие машинки, и они возят тоже между городами. Такой небольшой салончик у этой машины. А город Китап большой, в принципе, достоин отдельного внимания. Но сейчас у меня Шахрисапс. У них есть театр. Поехали! 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 Название в переводе с персидского означает «зеленый город». Расположенный в 80 километрах от Самарканда, Шахрисапс сегодня это город, в котором проживает более 100 тысяч человек, есть железнодорожная станция и аэропорт. В древности, а Шахрисапсу около 2700 лет, город назывался Кеш и славился своими мастерами-ремельственниками. Позже здесь родился великий воитель Тимур и Шахрисапс получил толчок к развитию. Сейчас в городе есть несколько предприятий, перерабатывающих промышленности и активно развивается туристическая отрасль. Я прибыл в Шахрисапс, его культурный, исторический, туристический центр. Между тем, солнце греет по-летнему, по-настоящему. Я жалею, что не надел кепочку, с утра был дождь, я думал, что он так и продолжится. Ну вот, сейчас буду прикрывать как-то голову рукой. В стороне вроде бы мечеть небольшая. Я зайду, иногда небольшие мечети бывают очень красивые. Тем более, мечеть не новодельная, все-таки 19 век. Кундузак, она называется. Вот мои любимые деревянные колонны. И здесь одна особенность. А в резьбе присутствует свастика. Ярко выраженная свастика. Левосторонняя и правосторонняя. И расписной потолок. Деревянный, конечно же. Отогрузится, да, видео? Видео. Очень красивая мечеть. Очень красивая. И столетическая. Да. Скоро начнется намаз, я верующим мешать не буду. Пойду посмотрю местные красивости, достопримечательности. Ездит туристический электроавтобус, но я пойду пешочком. Очень красивый комплекс. Я зайду в такую вот самую большую мечеть. Конечно, нужно разуться. Здесь прохладно и никого нет сейчас. Очень красивая роспись. Вот по этим белым коридорам мне очень нравится прогуливаться. Какие-то бесконечности какие-то. Хотя они, конечно, конечны. Но поскольку здесь ничего, кроме колонн, нет, создается впечатление огромного пространства. Если я не ошибаюсь, в произношении этот комплекс называется Дорут Тилават. И находится он в самом центре Шахрисапса. Самая древняя постройка здесь – это мавзолей Куляла. Мечеть и другие сооружения были построены позже. Кулял был одним из учителей Амира Тимура. После его смерти на его могиле был выстроен мавзолей. Там же, кстати, захоронен отец Тимура Турагай. В 1435 году недалеко была построена мечеть Кокгумбас, что можно перевести как «голубой купол». Это была пятничная соборная мечеть, самая большая в городе. Надпись на ее портале говорит о том, что она возведена Улукбеком от имени своего отца Шахруха. Диаметр купола 46 метров, весьма немало. А еще через три года Улукбек строит над могилами Сеидов, похороненных здесь второй мавзолей – купол Сеидов. 1337 года, сейчас я в 10 минутки вижу тоже надгробие, нужно разуться. Здесь четыре могилы, кто похоронен, я не знаю, не написано ничего. Еще какой-то камень, еще. Такое красивое здание. А вот туда двери закрыты, но, по-моему, здесь как раз находится могила отца Тимура. По крайней мере, зал очень значительный и есть места для того, чтобы посидеть, помолиться. Это мавзолей. Сюда тоже можно заглянуть. Очень значительное такое надгробие с надписями из Корана и в голубых тонах оформления. Здесь мы видим на современное кирпичное основание положено древние надгробные плиты. Многие из них с очень красивой каменной резьбой. Резьбой по камню. И вот там вдалеке, наверное, Аксарай. Вообще, здесь очень красиво оформленная территория. Все чистенько, подстрижено, ни единой соринки. Вот мой дзин начал призыв к молитве. Причем, мне кажется, вообще без усиления. Шахрисабцеву около 2700 лет. Весьма почтенный возраст для небольшого городка. Сейчас строится. Вот это место очень хорошо сделали. Деревья подрастают. Ну, на мой взгляд, он, конечно же, не такой масштабный, как Самарканд в плане туристического потенциала. Но, посмотрите, здесь еще. Обустроили территорию. Вот кафе в восточном древнем стиле. Здесь вот ремонтируется хаос. А, моют его. И скоро запустят воду, и будет красиво. Хаос, наверное, древний. Ремонтируется хаос. Ремонтируется хаос. Ремонтируется хаос. Войду, как всегда, с не того входа. Такие древние деревья. Сколько с тысяч летом? Подыщи, наверное, не имеется. Сейчас распустились, и выхти неприятно. Ну если я правильно понимаю, этому дереву уже много-много лет, вы все равно в 1370 году, если я правильно понимаю. Ну не тысячи, но 700 лет. Мощные деревянные колонны и резьба по потолку, но не раскрашенная. Дело в том, что сейчас идет намаз, и я внутрь мечети не хочу заходить, не шокируюсь. Ну как приятно уже здесь находиться во дворе под тенью этого почти тысячелетнего дерева. Здесь тоже находятся много гнолей, в 1380 году он подотелал, можно зайти посмотреть, но внутри ничего особенного, просто надгробий белого цвета и очень высокий купол без отделки. Говорят, что вот гробница Тимура, что вот тут вверх, где-то здесь она. И опускаюсь в гробницу, она под землей. Здесь включается свет. Вот это древние камни. Немножко жутковато, огромный каменный саркофаг с каменной крышкой. Очень энергетически насыщенное место. На мой взгляд, эта гробница наиболее цена в плане своей настоящести, неподдельности, что ли. Вот здесь эхо и кажется, что и духи древних воинов также охраняют вот здесь в мишах гробницу. Немножко жутковато, когда находишься здесь. Здесь нет того изящества, которое есть в Мазоле и Тимура. Здесь достаточно грубые стены с резьбой, но без всякой раскраски. Хорошо, что сюда есть доступ и, кстати, совершенно бесплатный. Где-то метра три глубина гробницы, внизу холодно. Вот совершенно неприметное сооружение, его, естественно, можно не заметить и пройти не мимо. Вот, собственно, потолок гробницы. Вся она вот такая. Мечеть 14-19 веков. Вот мы видим, как здесь сохранилась немножко часть старой облицовки. Вы знаете, мне нравится Шахрисапс. По сравнению с Шумом, с Маркандом, это просто образец такой восточного сонного городка. А кроме восточной музыки здесь играют итальянцы. Вот Ферричту можно услышать у кого-то она играет. Интересно, это кафе устроено в такой, как бы, яме. Ну, а это сделано для стока воды. Интересное решение. Ну, проведем ландшафтный дизайн. В общем-то, хорошая аллея получается, когда деревья подрастут, будет классно. И там памятник Тимуру на фоне гор. С правой и по левой стороне магазинчики, рестораны. Кафешки, наверное, гостиницы есть тоже. Какое-то здание непонятного назначения. Закрыто. Нет никаких табличек. А это здание базара, но что-то оно как-то пустует. Вообще нет никого почти. Хотя видно, что здесь все готово к приему туристов. Таблицу я нашел. Чорсул 15-18 века. Закрыто. А внутри почти ничего нет. Видимо, предполагается сюда запустить торговцу с сувенирами. Здание рынка построено, но торговли пока нет. По правую руку ресторанчик, а по левую новодельная, ну такая весьма симпатичная мечница. Милиция здоровается, прохожие здороваются. Очень доброжелательная все-таки страна Узбекистан. Здесь парк аттракционов, но тоже в таком полусонном состоянии. Город ждет своего туриста. Массу денег вложили. Должен турист пойти. Нужен пиар. Ну что ж, я буду бесплатно пиарить Шахрисабс. Приезжайте сюда. Вот такое современное здание, по-моему, на основе чего-то старинного. По крайней мере, выглядит старинно. А, понятно, здесь исторический музей. За недостатком времени я в него не пойду. Только сниму вот внешне. В основе здания здесь лежит медресе Чубин XVI века. Здесь нужно купить билеты, пройти вовнутрь и узнать об истории Тимура и его царства. Детей привезли на экскурсию. Это правильно. Пусть знают историю родной страны. Вот Белый Творец. Но это не Творец Тимура. Белый Творец Тимура, вот он. Вернее, все, что от него осталось. Ну и по этим остаткам можно понять, насколько грандиозное было с оружием. Право и слево здесь должны быть фонтаны. Но сейчас не работают. Но мне, кстати, это и не мешает. Так даже лучше. Если в Самарканде памятник Тимуру в таком сидячем виде. Тимур сидит старый, под тяжестью годов власти над огромной империей, которую он завоевал. То здесь Тимур молод, полон сил и готов к завоеванию мира. К самому памятнику пройти нельзя. Ну, наверное, не время еще. Вот он, Тимур. И на заднем плане остатки его дворца. Можно по-разному относиться к личности Тимура, но памятник хороший. Тимур сам руководил строительством этого дворца у себя на роде. Аксарай должен был служить воплощением безграничной власти, могущества и богатства правителя. Были созданы со всей империи лучшие мастера, денег на строительство не жалели. Белый или светлый дворец строился с 1380 по 1404 год. Это был сложный архитектурный комплекс, состоящий из большого количества малых и больших зданий и сооружений. Основным материалом отделки был мрамор, который дополнительно украшали цветной и золотой лазурью. Многочисленные резные элементы восхищали своим изяществом. По периметру дворец защищала крепостная стена с башнями. По сути, это был дворец-крепость, поражающий дворцовой роскошью и мощью укреплений. Дворцовый комплекс был весьма велик, только внутренний парадный двор был шириной 120 метров, а длиной 250 метров. Высота же главного портала достигала 70 метров. Боковые башни возвышались еще выше, на 80 метров. Главный портал шириной был с футбольное поле. На крыше дворца устроили бассейн, с которого каскадом сбегала вниз вода. Величие Тимура, воплощенное во дворце, ненадолго оставалось таковым после смерти хозяина. Последующие властители завидовали былому могуществу Тимура и не очень-то желали сохранять память о нем воплощенных грандиозных постройках. Поэтому сейчас на месте дворца мы видим только два пилона, которые лишь частично могут подсказать нашей фантазии о былом величии Акса Рая и его владельца. Вот эти две стеночки все, что осталось от грандиозного дворца в XIV веке построенного. А здесь, наверное, старинный мостовой. Наверное, площадь сейчас была покрыта стеклой. Сейчас она бережно хранится под стеклом. Здесь можно пройтись прямо в дни и посмотреть на древний артефакт. Музыка 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 Если в Регистане площадь, за которую ты заходишь, является платной, обозначена какими-то ленточками, то здесь ничем не обозначено. Ты заходишь, а потом тебе говорят, что ты зашел на платную площадь платить деньги. Ну и остатки крепостной стены, частично восстановленные для красоты, чтобы в комплексе быть с остатками дворца, частично руинизированные, вот в таком виде. Это уже даже не стена, а просто какой-то вал. Да, времени не щадит ничего, даже великие строения. Вот здесь есть лестница на стену, но наверняка закрыта. А, железная решетка и закрыта. Ребята, мне здесь очень понравились. За минус возьмем непонятки с платной зоны, так скажем, но я думаю, что это ерунда. Я рекомендую всем сюда приехать на несколько часов, побыть в хороший, тихий, интересный городок. Дорога, кстати, идет через живописнейший перевал, поэтому вы только выиграете, прокатившись сюда 80 километров от Самарканда. Может быть, вот здесь должна быть касса, но пока никого нет, и одна тетушка подозрительного вида просто собирает деньги. Но выписывает, правда, какие-то квитанции. Ворота новые, но сделаны с резьбой, как в старину. А внешне стена напоминает стену хиле. Напротив здания колледжа. Немножко проедусь по Крисапсу на маршрутке и поснимаю сам город. А я хоть и буду забываться в воде, хочу, я не герман, а я... Про меня что-нибудь говори, хорошо, что вы там... Да, 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 вот, замечательный водитель везет, сказал, что ты не в ту сторону сел. Я говорю, я выйду, нет, я тебя прокачу по всему городу. Спасибо. Знаешь, как тебя зовут? Роман. Роман, очень приятно, меня зовут Спартак. Спартак, отлично. Сережа, я тебе говорю. Я ни сколько не сомневаюсь. Это в том очерке левейки, да? Да, вот у нас стадион. Ага, вот мне покажется. Это очень популярная. Монтага, верно, верно, это ничего, влажный нет. Да. Вот простые дома. Роман, ты где живешь? Там газницы живешь, да? Я живу у товарища. А товарищ? Да. Вот как мы видим, непарадная жизнь не так красочна, как в реставрированном центре. Ну, вот рядом с полуразрушенным домиком есть шикарные рестораны. Ну, вот некий центр. Есть рынок и магазины. Шахребсамск не такой уж маленький город. Тебе, я не божор. Цыгане, короче. Вот у нас рынок, вот это рынок. Пожарный, пожарный, что-то стоят. Да, вот просто там учеба сейчас. А, ясно, ясно. Потому что уже лето, начинается теперь жара, там один замикан и все там. Горят много? Да, да. Случается. Да. Здесь пожарка нужна, конечно. Да. А у вас здесь есть, кто-то... Эти домики хорошие. Хорошие. Аккуратные. Вот свадебный салон. Да, салон красота. Вообще-то нашей девочке вообще салон не нужна. Они сами красивые. Согласен. В узбечке очень красивые. Да, вообще. Салон Бураганди. Да, человек. Медицинский колледж вот это называется. Шакрасабский. Так, вот, смотри. Вот это автобус. Смотри. Мираки. Мираки, да. Они уже граница там. Мираки уже граница. Через горы там Таджикстан уже начинается. Вот ковьеры самые красивые. Самые популярные. Вот это там магазины есть, которые летают ковьеры даже. А, да, 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 да. Здесь же тут деньги. И шапка не видит. Да. Вот Асадсик. Ресторан. Номер один. Мафия Асадсик. Ты видел? Мафия Асадсик. 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 Да ладно, серьезно. Так не шутил сейчас у меня уже. Все, сердце в общем плохо становится. Поехали!